Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Каждый верующий человек, беспокоясь о загробной участи своих усопших родственников или друзей, дома и в церкви поминает их в особых молитвах. Но Святая Церковь призывает нас молить Господа не только об упокоении нами любимых, но и об упокоении всех представившихся рабов Божьих. Ведь у многих из них не осталось на земле ни родных, ни близких, кто мог бы о них помнить и молиться. Для этого Святая Церковь установила особые поминальные субботы, когда все ныне живущие на земле могут вознести заупокойные молитвы обо всех от века умерших и от рода родов. К таким особым дням относится и Дмитриевская суббота, которая в этом году приходится на 2 ноября. В преддверии этого памятного дня мы предлагаем вашему вниманию книгу памяти об усопших, которая вышла в свет в издательстве «Благовест». По словам издателей, в этой книге вы найдете все, что относится к памяти об усопших. Составитель издания протерей Григорий Решетов собрал под одной обложкой сведения об учении нашей Церкви о загробной жизни, о смерти и посмертной участи человека, о том, как проходит погребение усопшего, как помочь людям в тяжелой ситуации смерти близкого им человека и как им надо поступать при организации погребения. Много внимания уделено рассказам о родительских субботах, на которых преимущественно и возносятся усиленные молитвы и об умерших. Таким дням относятся Вселенские, Мясопустная и Троицкая родительские субботы, Великопустные, Вторая, Третья и Четвертые субботы Великого Поста, Радоница, Девятый день после Пасхи, во вторник Фоминой Седмицы, День Первого общецерковного поминовения усопших после Четвертой субботы Великого Поста. И, как уже упоминалось в начале программы, к таким дням относится и Димитриевская родительская суббота, «Поминовение всех усопших». По словам отца Григория, в названии этой субботы соединились имена Димитрия Донского и его покровителя, святого Димитрия Солунского, в дню памяти которого предшествует эта суббота, между 31 октября и 8 ноября. Согласно обиходнику XVII века, поминовение усопших в этот день было ограничено панихидой, а уже в богослужебных указаниях, издававшихся Московской Патриархией в 50-е годы XX века, на Димитриевскую субботу определено было совершать такую же службу, как в субботу мясопустную, что возвышало статус вспоминания до Вселенских суббот. Также практика зафиксировала в некоторых пособиях по богослужебному уставу. Как отмечает составитель, можно предположить, что ассоциация Дмитриевской родительской субботы с поминовением павших на поле Куликовом появилась только в XVIII или даже XX столетии. Известен духовный стих позднего происхождения, опубликованный несколькими собирателями духовных стихов в XIX веке, названный «Стих о Дмитриевской родительской субботе» или «Видение Дмитрия Донского». Прочитаю вам фрагмент стихотворения, в котором говорится, как молился князь накануне Дмитриевской субботы в Успенском соборе, и было ему при этом «Видение». «Умом князь Дмитрий изумился, открылись душевные его очи, видит он дивное видение. Не горят свечи перед иконами, не сияют камни на золотых окладах, не слышит он пения святого, а видит он чистое поле, то ли чисто поле Куликова. Из устла на поле мертвыми телами христианами да татарами. Христиане-то, как свечки, теплятся, а татары-то, как смола черна. Потому ль полю Куликову ходит сама Мать Пресвятая Богородица, а за ней апостоли Господни, архангели, ангели, святые, со светлыми, со свящами. Отпевают они мощи православных, кадит на них сама Мать Пресвятая Богородица, и венцы с небес на них сходят. Как говорится в этом духовном стихе, в память об этом видении установил князь Дмитровскую Субботу. На вопрос, в чем заключается значение поминовения усопших, почему для нас это так важно, во-первых, читаем мы в издании, и это главное основание, об этом нам заповедано в Божественном Откровении с самим Господом Богом. Как Ветхие, так и Новые Заветы неоднократно указывают, прямо или косвенно, на важность поминовения и почитания памяти усопших. Это означает, что нам заповедано это самим Создателем, который любит все свое творение. Во-вторых, следуя Божественному Откровению о необходимости и важности почтения памяти ушедших от нас в мир иной, нам говорят святые отцы и учители церкви, на труды которых опирался составитель издания. К слову сказать, самым первым в списке использованных при подготовке этой книги источников стоит труд святителя Афанасия Сахарова о поминовении усопших по уставу церкви. Знаток богослужений и ревностный исполнитель устава, святитель Афанасий, писал, молитву о собратьях живых и усопших святая церковь считает необходимой, неотделимой частью как общественного богослужения, так и келейного домашнего правила. Но во всем, согласно наставлению святых отцов, должно наблюдать меру и правила. Этим же началом меры и правила руководится святая церковь, устанавливая определенный чин и порядок молитв о живых и умерших, давая в руководство встроенную последовательную систему поминовения. Напомню, что скончался святитель Афанасий 28 октября 1962 года, а в августе 2000 года был причислен к лику святых, и сегодня мы чтим его память. Почему еще важно поминать усопших? Как отмечает отец Григорий, и простое чувство уважения и любви к близким людям также помогают нам понять необходимость достойно проводить усопшего в мир иной, а после этого продолжать помнить его и молиться о нем. Кроме того, воспоминая усопших и молясь за них, мы показываем тем самым пример своим детям, передаем им традицию почитания своих предков. В результате у молодого поколения формируется уважение не только к своим близким и родным, но и к своей родине, к людям, которые также любили и создавали наше Отечество. Но не только в дни родительских суббот совершается поминовение усопших православных христиан. Оно происходит на каждой божественной литургии, на проскомедии и после освящения святых даров. О важности такого поминовения писал святитель Кирилл Иерусалимский. «Великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда предлагается святая и страшная жертва». Помимо этого, каждая суббота является особым днем поминовения усопших. Ушедшие в мир иной наши родные уже никак не смогут сами изменить свою участь. Им очень требуется наша помощь. Проявить особенное попечение в умерших сродниках своих, помолиться об упокоении их душ, совершить добрые дела в память о них призывает эта книга. По мнению святителя Афанасия, знание практики и поминовение усопших покажет богомольцам всю красоту нашего богослужения, всю заботу Святой Церкви о поминовении наших родных, отошедших в мир иной. И даст возможность всем желающим удовлетворить полностью все, что предъявляет любовь к усопшим. В книге представлены и объяснены различные заупокоенные службы, что поможет людям подготовиться к этим богослужениям и самим активно участвовать в них, как в храме, так и дома, правильно осознавая то, что на них происходит, что составляет их содержание. Важность вспоминовения усопших является для каждого из нас актуальной в любое время. Ну а наша программа, дорогие друзья, сегодня подошла к концу. Новинки православной литературы ищите в церковных книжных магазинах. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok